Попытались сейчас спартаковцы что-то создать впереди, но видно, что пока несколько осторожно действует красно-белый. Вот опасный момент. Не проходит шайба после броска Мортенсена. Афиногенов. Пас налево. И вот опасный момент. Бросок. На добивание тут же вновь Кушуев. Через 15 секунд на льду появится у Спартака Губин. Играть команды будут 4 на 4. Затем закончится штрафное время у Князева. Вот опасный момент. И все-таки шайба влетает в серку ворот Доминика Гашика. Подоспел на добивании. И думается, что Алексей Яшин, может быть, даже и Мортенсен тоже будут вынесены в протокол, как савторы этого года. Спартак сейчас играет четвером против трех соперников. Бросок. Второй раз в первом периоде команда получает возможность поиграть 5 на 3. Но если в первом случае там не так много времени было, то сейчас... Ох, какой гол получился у Баранки. Ну и надо отдать должное. Я думаю, Губину, который закрывал обзор вратарю. Там же еще и Францан тоже в какой-то степени помешал. И вот выход практически один на один. Нет, успевает все-таки накрыть. Успевает накрыть Сушинского. Защитник Спартака, но делает это с нарушением правил. Еще не выигрывал медали в своей новейшей истории. Вот сейчас армейцы все-таки имеют для этого все шансы и бюджеты, и состав игроков. Вот один из них, один из новобранцев, Федор Пруха. Не стал бросать Максим Рыбин сам. Увидел, что находился в лучшей позиции. А партнер... За своими воротами... Подров... Кружечка. Губин. Пас в центр, бросок и гол! Штефан Ружечка. Не успели помешать защитники 14-му номеру Спартака. Впрочем, там и сразу в окружении трех игроков находился Штефан Ружечка. Сушинский. Это не бросок, это передача на пятак. Там в одно касание Чаянок переправлял шайбу в створ. Сушинский, Чаянок, и бросок, гол! Все-таки Антон Бут. Хороший бросок получился у Антона Бута. Ну и отмечу, конечно же, всю комбинацию. Армейцы сейчас играют вторым номером. Прессингуют по-прежнему спартаковцы, даже играя в меньшинстве. Афиногенов бросок и четвертая шайба влетает в сетку ворот Доминика Гашика. Еще раз нам показывают повтор этой атаки. Вот тут, казалось бы, уже выключился из игр Афиногенов. А нет, в доле секунды буквально понадобилось ему, чтобы вновь включиться в игру. И хороший кистевой бросок получился у 61-го номера. Да, к сожалению, покидает площадку, уходит в раздевалку Иван Баранко. Не сможет он продолжить игру. И вот сейчас игра в численном большинстве для Спартака. Выходит на первый план. Тащит Юрамику шайбу к воротам бросок. Вот есть шанс у Максима Афиногенова. Бросок с неудобной руки на месте Доминик Гашик. У Чимала за воротами мечется шайба. Но и вот сейчас возможность у Афиногенова все-таки поставить окончательную точку в этом матче. Иди!